Спонсор выпуска компания Ямагучи. Сила японского массажа и домашний фитнес. Ямагучи с заботой о каждом. СОЧИ И вот некоторые темы выпуска. Больше детских площадок и фонтанчиков с питьевой водой. В Сочи создали общественный совет по развитию пляжей. Кто в него вошел и что будет сделано к летнему курортному сезону. Антология российского олимпийского движения. Мэр Сочи принял участие в презентации новой книги. Кто и почему назвал Олимпиаду в Сочи «Выдающийся». Снес столб и оставил поселок без света. Подробности происшествия в нашей традиционной сводке ЧП. Благодаря работе систем видеонаблюдения и камер хранения, число правонарушений на пляжах курорта в минувшем сезоне снизилось почти на 50%. Эти сведения привели на заседание Совета по вопросам развития и благоустройства сочинских пляжей, созданного по инициативе мэра Алексея Копайгородского. Совет объединил представителей администрации, депутатов и арендаторов пляжей. Для чего, расскажет Ксения Кривцова. На встрече не раз звучали слова о том, что давно пора было создать такой общественный совет по развитию пляжей. Вместе проще координировать действия. От арендаторов пляжей ждут предложений, что можно сделать для улучшения их работы. Сегодня Сочи остается флагманом отрасли. Пляжам на курорте уделяется особое внимание. Об этом сказал замминистра регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Святослав Удинцев. Он участвовал в работе заседания. Но останавливаться нельзя. В Сочи уже 21 пляж имеет международный сертификат «Голубой флаг». И еще 33 подали заявки на его получение. Но важно, чтобы абсолютно все такие территории были безупречными. У нас, естественно, есть задача не забывать и небольшие пляжные территории, в том числе и, естественно, Лазаревский район. Все наши пляжные территории должны соответствовать стандартам самым высоким. Если не голубой флаг, но цветовая гамма, наличие всего необходимого пляжного оборудования, все это должно выглядеть в тех стандартах, которые разрабатывает наш департамент архитектуры города. Все эти материалы о формировании единой среды разосланы арендатором сочинских пляжей. Кроме того, камер хранения на пляжах будет становиться больше. Необходимость этого подтвердили и итоги соцопросов. Также отдыхающие хотели бы видеть больше детских площадок на пляжах и фонтанчиков с питьевой водой. Иногда и сами арендаторы находят путь к сердцу гостей. Например, бесплатные услуги в обмен на улыбку для потенциально конфликтных посетителей. Для того, чтобы избегать этих конфликтных ситуаций, мы предложили такую концепцию, чтобы человек злой пришел на наш пляж, улыбнулся, сфотографировался именно с тем сотрудником, который будет его обслуживать, и у сотрудника настроение поднялось. Дополнительно какая-то фотография на рабочем месте. И у посетителя, хочешь не хочешь, улыбнувшись, поднимается настроение. Поэтапно вводится и раздельный сбор мусора. Ожидается создание детского пляжа, что тоже давно уже необходимо. При этом мерам безопасности на воде, медицинской помощи на всех пляжных территориях будут уделять все больше внимания. Контролировать качество услуг – это одна из задач совета. Подобные встречи будут проходить ежеквартально, но все его участники договорились при этом постоянно находиться на связи. Состоялось в Сочи первое заседание экспертного совета Министерства экономики Краснодарского края. Основная тема – перспективы развития города-курорта как здравницы мирового уровня. Заседание проходило в рамках реализации стратегии социально-экономического развития всей Кубани с привлечением ведущих экспертов и специалистов России. Подробности в репортаже Олеся Стаховой. Сочи занимает второе место в крае по численности населения и объему экономики, что позволяет городу успешно развиваться. Согласно стратегии, на курорте будут реализованы новые социальные и инвестиционные проекты. Проведена модернизация транспортной инфраструктуры и городской среды в соответствии с потребностями населения. Одна из основных задач – развитие Сочи как Всероссийской здравницы мирового уровня с учетом природных и экономических факторов. В городе Сочи, как всем известно, есть дилемма. Все-таки, учитывая, что у нас проживает постоянного населения больше 500 тысяч человек и постоянный прирост, динамика ежегодная, все-таки это город для жизни или это курорт? Помимо курортной составляющей экономики города, дополнительный путь развития – симбиоз отдыха и деловой жизни. Один из предстоящих проектов – развитие прибрежных территорий, расширение пляжей, благоустройство набережных и променадов. Свою задача превратить Сочи и целый Максарский край в какого рода пилотный регион для новых технологий в социальной сфере, в культурной, экологической, которые можно было бы апробироваться. И действительно, Максарский край может стать местом в движении очень значимых проектов федерального масштаба. Аудит стратегии развития города и края будет завершен в первом квартале 2021 года. Для этого сформировано 10 рабочих групп, во главе которых – заместители главы города по различным направлениям. Олеся Стахова, Александр Киреев. Время новостей. Тем временем мэр Сочи провел рабочий день в Москве. Алексей Копогородский принял участие в презентации новой книги «Онтология российского олимпийского движения». Ее представили в режиме видеоконференц-связей, в которой приняли участие члены Международного олимпийского комитета, олимпийские чемпионы и ведущие тренеры. Шестикратную олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Лидию Скобликова называли «Уральская молния». Ее рекорд по количеству золотых медалей в дисциплине не побит до сих пор. Прославленная спортсменка и сегодня с гордостью вспоминает свой триумф. Лидия Скобликова участвовала в церемонии открытия сочинских игр 2014. Ее биография стала частью антологии российского олимпийского движения. «Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту». Антологию уже называют энциклопедией спортивной истории не только России, но и других мировых держав. Это отметил в предисловии книги президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. «Это своевременная возможность напомнить о миссии олимпийских игр как объединяющие возможности. Политизация Олимпиады-80 не позволила многим спортсменам осуществить свою мечту. Я был одним из таких спортсменов. Будущие поколения спортсменов не должны с таким сталкиваться. Игры находятся вне политических споров». По окончании игр в Сочи многие спортивные функционеры назвали Олимпиаду 2014 выдающейся. «Игры в Сочи были лучшие в истории. Как по организации, так по духу и, наверное, по атмосфере настоящего праздника спорта. И поэтому хочу еще сказать о том, что да, на этих играх нашим спортсменам, фигуристам удалось завоевать три золотые медали из пяти возможных». Неудивительно, что отдельные главы в новой спортивной энциклопедии посвятили изменениям, которые произошли в Сочи благодаря Олимпиаде. «Напомню, что за рекордные сроки в Сочи были возведены 450 новых социальных, транспортных, спортивных, инженерных объектов. Появились целые курортные кластеры в Красной Поляне в Амертинской низменности. Уже семь лет на сочинских олимпийских объектах непрерывно проводятся спортивные, культурные, деловые мероприятия мирового и федерального масштаба». Событийный календарь Сочи на этот год уже сформирован и утвержден. Несмотря на эпидемию, страна проводит спортивные мероприятия, соблюдая свои обязательства как организатора. «В 2020 году мы провели более 100 международных соревнований по 50 видам спорта. И это в условиях пандемии и отмены крупнейших спортивных событий по всему миру. Россия еще раз продемонстрировала себя как надежного партнера по организации и проведению мероприятий». Зимние игры оставили городу богатое олимпийское наследие. Новые горнолыжные курорты, современные отели, новые дороги и тоннели, которыми ежедневно пользуются сотни тысяч жителей и гостей Сочи. За последние сутки в больницах Сочи скончались 4 человека с подтвержденным коронавирусом. У всех пациентов была двусторонняя пневмония, тяжелого течения и имелись сопутствующие заболевания. Ну а опасная инфекция была выявлена еще у 179 жителей региона. И вот более подробная картина заболеваемости на сегодня. Больше всего положительных тестов на ковид получено в Краснодаре – 49. На втором месте Сочи – 33 заболевших. В Денском районе – 28, в Василковском – 10 и в Темрюкском районе – 9 инфицированных. В других муниципалитетах наименьшие показатели. С начала пандемии в крае инфекция подтвердилась у 35 тысяч человек. Выздоровели – 27 тысяч. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 103 пациента. Несмотря на все усилия врачей, 1627 случаев закончились летально. С начала года на курорте произошло 6 ДТП с участием мотоциклистов. В результате которых 5 человек получили ранение, 1 водитель погиб. Следует отметить, что в 4 случаях из 6 мотоциклисты садились за руль, не имея водительского удостоверения. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции провели на территории города профилактическое мероприятие «Мотоциклист». В рамках мероприятия инспекторы ГИБДД проверяли наличие водительского удостоверения у мопедистов и мотоциклистов, а также напомнили им о необходимости использования шлема во время движения. Кроме того, были проведены профилактические беседы о наиболее частых причинах ДТП с участием двухколесной техники. В результате рейда было выявлено 6 водителей, управлявших транспортом, не имея водительского удостоверения. В отношении нарушителей были составлены административные материалы. Кроме того, три мопеда и один электросамокат были доставлены на охраняемую стоянку и будут переданы только лицу, имеющему водительское удостоверение и категорию, позволяющую управлять данным видом техники. Сотрудники ГИБДД напоминают жителям и гостям курорта о том, что средства, оборудованные электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт, относятся к категории транспортных средств «Мопед». Для управления ими необходимо водительское удостоверение категории «М» либо любой другой открытой категории. Сотрудники ГИБДД В Адлерском районе Сочи Водитель иномарки едва не оставил поселок без света. По словам очевидцев, мужчина при движении не вписался в поворот, съехал в кювет и врезался в столб. Обстоятельства выясняются. А вот жители поселка Верхний Юрт все же остались без света. По предварительным данным, водитель Ауди по каким-то причинам не справился с управлением и врезался в электрический столб. На место инцидента оперативно выехала ремонтная бригада, которая через некоторое время устранила поврежденную линию электропередач. О состоянии водителя не сообщается. Это не все темы выпуска. Смотрите во второй части программы. 170 миллионов рублей. Такую сумму в этом году потратят на развитие науки в регионе. Какими исследовательскими проектами сейчас заняты ученые края? Хиномелис или сочинская сакура. В Дендрарии раньше срока зацвел густоветвистый кустарник. Чем еще порадует парк своего посетителя в это время года? Современный джаз и народная музыкальная традиция. Ресторан BBC Jazz Club продолжает знакомить своих гостей с различными ветвями джаз-культуры. Кого из музыкантов пригласили на этот раз? Далее блок коммерческой информации. Не переключайтесь. Рекламное агентство Макс Медиа. Делаем рекламу, которая работает комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство Макс Медиа. Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. Ходьба и бег – залог здорового тела. Тонкая беговая дорожка Ямагучи. Тренировка под любимую музыку. Управление с пульта или панели. Легкое перемещение. Табло достижений. Амортизация сбережет ваши суставы. Ямагучи. Ваш путь к совершенству. Ну а сейчас новости из Краснодара. На поддержку науки в крае в этом году направят более 170 миллионов рублей. Об этом журналистам рассказал глава региона. Кубань занимает первое место в Южном федеральном округе по количеству научных организаций. И второе – по количеству научных сотрудников. В прошлом году регион оказался действием в реализации 130 исследовательских проектов, отметил Вениамин Кондратьев. Ежегодно в крае патентуют десятки изобретений и технологий в самых разных сферах – медицине, экологии, радиотехнике. У нас одна из самых сильных в стране научных школ в аграрной сфере. Центром зерна создано более 300 сортов пшеницы, а наши озимые культуры, разработанные учеными НЦЗ, возделывают 35 регионов России. Кубанские вузы – настоящая кузница инновационных проектов. Студенты и аспиранты медицинского университета разрабатывают тест-систему, которая поможет предсказать течение COVID-19. В инновационной лаборатории КубГУ занимаются разработкой экологического мониторинга, технологии раннего выявления онкозаболеваний, органов дыхания. Кроме того, сотрудничают с крупными промышленными и добывающими компаниями. Желаю нашим ученым новых идей, прорывных проектов и интересных открытий. С этого года учреждена премия администрации края в области науки и инноваций. По 300 тысяч рублей получат пять коллективов за открытие в научно-исследовательской деятельности, создание новых видов продукции и технологий. Финансирование Кубанского научного фонда, несмотря на сложности с бюджетом, сохраняется на уровне прошлого года – 70 миллионов рублей. Наш информационный выпуск продолжит краткий обзор мировых новостей. После чего мы снова вернемся к событиям, которые происходят в городе. Во Франции затопило восточный пригород Парижа – Эсбли. Река Марна, которая впадает в сену, вышла из берегов в результате продолжительных ливней. Оранжевые предупреждения об опасности выпустили ещё в пятницу. Вода зашла в жилые дома. «Я из третьего дома. Думаю, у меня там до полутора метров воды». В 2018 году в Эсбли было ещё более сильное наводнение, и местные жители не были готовы к новому. «Раньше такое бывало раз в 10-15 лет, а теперь – каждый год». В местной ратуши организовали эвакуационный центр. Работники мэрии развозят нуждающимся в воду и хлеб. «Утром мы смогли посетить всех жителей. Мы на связи с ними на случай, если им что-то нужно». Власти говорят, что уровень воды больше не повышается, и в течение недели должен постепенно упасть. В целом, метеорологическая служба Франции предупредила об угрозе наводнений семь департаментов. Эксперты ООН по правам человека призвали 57 стран репатриировать своих граждан, которых содержат в лагерях Аль-Хол и Родж на северо-востоке Сирии. По словам правозащитников, там находится почти 9500 иностранных женщин и детей, которые, предположительно, были членами семей боевиков-исламистов. В общей сложности в лагерях живут более 64 тысяч человек, в основном граждане Ирака и Сирии. Большинство из них – женщины и дети. «Эти дети и женщины живут в условиях, которые можно описать только как ужасные, нечеловеческие. И нас беспокоит, что, согласно международному праву, условия в этих лагерях скоро можно будет приравнять к пыткам и бесчеловечному и унижающему достоинству обращению». В список из 57 стран входят Великобритания, Китай, Франция, США и Россия. Международное право обязывает правительство репатриировать своих граждан. Если же есть доказательства того, что взрослые совершили военные преступления, то их надо справедливо судить. «Там удерживают людей без какого-либо судебного разбирательства. Это длится бесконечно, без перспективы выйти на свободу. Никто, особенно демократические страны, соблюдающие верховенство закона, не хочет, чтобы с согласия правительства их граждан содержали в таких условиях». Эксперты сообщают, что в лагерях Аль-Холл и Родж почти гуманитарный кризис. Людям не хватает воды, еды и медицинской помощи. Ежедневно умирают от 10 до 20 человек, в том числе дети. Кроме того, в лагерях процветает насилие. В первой половине января в Аль-Холле было убито 12 сирийцев и иракцев. Британская фармацевтическая компания «Астразеника» объявила, что её вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, обеспечивает ограниченную защиту от штамма коронавируса, выявленного в ЮАР. Таковы первые данные, полученные в ходе новых исследований. Их одновременно проводят в ЮАР и Великобритании. По сообщениям Financial Times, в ходе тестов выявили, что эффективность вакцины перед южноафриканским штаммом значительно снижается. В исследованиях принимают участие более 2000 человек. Как сообщает «Астразеника», никто из них пока не попал в больницу и не умер. При этом среди участников в основном молодые и здоровые люди. И хотя в компании говорят, что вакцина защищает от тяжёлого протекания болезней при новых штаммах, гарантированно подтвердить это пока не удалось. В настоящее время среди сотен мутаций вируса особенно выделились бразильская, британская и южноафриканская вариации. Как считается, они более заразны, поэтому быстрее распространяются среди населения и вызывают более высокую смертность. Стоит также отметить, что по данным British Medical Journal, не все из тысяч мутаций вируса приведут к каким-либо серьёзным изменениям в протекании болезни или устойчивости вируса к вакцинам. Обычно выделяется только несколько вариаций, которые имеют критические отличия от оригинала. Между тем, всё больше стран мира начинает масштабную вакцинацию от COVID-19. Вышло уже несколько препаратов, включая Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Sputnik V. Любители зимних развлечений собрались в татарстанском городе Мамадыш. Здесь пятый год подряд проходит фестиваль креативных саней. Несколько десятков команд представили на суд зрителей и жюри свой транспорт. «Я с Мамадыша. И всех зовём на санифест. Приходите, у нас весело!» Причудливые санки проходят испытания, съезжая с горки. Судьи оценивают дальность и скорость спуска, а также творческий подход. Участники создают костюмы, которые сочетаются с тематикой саней. Например, судном «Чёрная жемчужина» управляет настоящий Джек Воробей. То, что поблизости нет моря, его не смущает. «У нас есть реки, по которым мы каждый год сплавляемся. У нас есть плоты, которые построили чёрную жемчужину. Летний вариант, зимний вариант. Это даже у нас стреляет. Если хотите, можем продемонстрировать». В фестивале в этом году участвует и команда из Турции. А студенты местного политехнического колледжа в честь праздника приготовили гигантский блин диаметром 2,5 метра. В Копенгагене, несмотря на пандемию, проходит ежегодный фестиваль света. Инсталляция расположена в основном в центре датской столицы. «Мы очень рады. И мы гордимся тем, что у нас проходит, вероятно, единственный фестиваль света в этом году. Очень многие люди прилагали усилия для того, чтобы мероприятие состоялось». В городе установлено примерно 30 световых инсталляций. Из-за карантина экскурсии с гидом отменили. Но организаторы подготовили интерактивную карту. С её помощью можно найти все светящиеся фигуры и проекции. «В этот холодный февраль фестиваль света в Копенгагене просто великолепен. Надо чем-то привлекать туристов в город. И хотя сейчас холодно, но очень приятно, что есть причины для прогулки». Фестиваль света в Копенгагене проходит четвёртый год подряд. Он продлится весь февраль. На днях вся страна отметила День российского бизнес-образования. Насколько успешно сегодня развивается частный бизнес в Сочи и какие образовательные проекты есть на курорте, студии программы подробно рассказал основатель Сочинского центра предпринимательства и карьеры «Цитрус» Юрий Меньшиков. Вот некоторые фрагменты интервью. В вашем сообществе уже более трёх тысяч предпринимателей. Что из себя представляет «Цитрус»? «Цитрус» — это в первую очередь сообщество. Это именно люди, которые собрались, это единомышленники какие-то, которых объединяет тема предпринимательства. Это те, которые уже предприниматели, причём абсолютно разного уровня. То есть это те, кто как-то у них микро-микро бизнес и есть достаточное количество довольно-таки успешных уже бизнесов, которые на уровне края двигаются или федеральные. Основной наш посыл, основная идея — реализуем тему наставничества. Мы это делаем уже несколько лет. И вот по моему глубокому убеждению и опять же и по наблюдениям, по результатам, наставничество — это один из самых важных элементов для роста в той или иной сфере. Ну, элементарный пример, там, спорт возьмём. Ну, хочешь достичь успеха в спорте, ну, мы все знаем, изъезженная фраза, но без тренера делать нечего. Это в бизнесе аналогичная история. То есть в каждом бизнесе должен быть свой наставник? Однозначно. Если человек хочет, чтобы его бизнес рос, наставник должен быть. Полную версию интервью вы увидите сразу после информационного выпуска. Также она доступна и на нашем сайте sochi24.tv В городском парке Дендрарий расцвёл удивительный хиномелис. В простонародье его принято называть сочинской сакурой. Съедобны ли его плоды и чем ещё в это время года можно полюбоваться в парке, узнала Олеся Стахова. Людмила вместе с семьёй приехала в Сочи из Нижнего Новгорода, в котором сейчас стоят морозы. Наш город порадовал её тёплой погодой и рано распустившимся хиномелисом, поскольку обычный срок его цветения – конец марта, начало апреля. В Дендрарий Людмила пришла не случайно. Она и муж – любители садоводы. Прекрасный густоветвистый кустарник вдохновил их на посадку такого же и в своём саду. Но приживётся ли южное растение в северном климате? Хиномелис Вильмарена ведрарский. Интересен он тем, что цветы при распускании бледно-зелёного цвета, даже беловатые, а при окончании цветения он становится тёмно-розовым. Тем самым на одном кусте одновременно есть и белые, и розовые цветки. И многие, кто посещает парк Дендрарий, считают, что это сакура. И так и обращаются. Неужели сакура так рано распустилась? Сортов хиномелиса довольно много. В Дендрарии собрана коллекция из нескольких видов. Кроме хиномелиса Вильмарена ведрарского, хиномелис прекрасный кармезина, превосходный клементина, прекрасный невалис. Все они прибыли в Дендрарий 40 лет назад из Европы. В переводе с латыни хиномелис значит «расколотая яблоко». Ведь это не только красиво цветущее, но и красиво плодное растение. В сочинском дендрологическом парке хиномелис цветёт зимой и мало опыляется, поэтому даёт невысокие урожаи. Но вот, например, в Крыму, Краснодаре и даже Сибири с куста можно собрать до 8-10 килограммов душистых и полезных плодов, которые очень любят сторонники ЗОЖ. Содержит очень много витамина С и способствует оздоровлению организма, если вы употребляете сами эти плоды. Они очень твёрдые, поэтому в свежем виде их сложно кушать. Но если вы готовите из них муку, добавляя в выпечку, либо какие-то джемы, варенье, компоты, то это вполне интересная культура. Кроме хиномелиса в дендрарии распустило свои пушистые ароматные соцветия самое весеннее дерево – ивакозья или бредина. Мы же знаем это растение как нашу любимую вербу. Обычно на Черноморском побережье она зацветает в конце февраля, но в этом году котики на веточках появились уже сейчас. Это растение у нас дико растёт в лесах, поэтому в саду её почти никто не выращивает, за исключением сортов, которые могут быть плакучие или определённой формы, низкорослые. Растения очень интересные, многими любимые, совершенно неприхотливые, любят переувлажнённые места. То есть где есть верба, там всегда есть вода. Сладким весенним запахом продолжает наполнять дендрарий и буйно распустившаяся мимоза. А если вы почувствовали в воздухе неуловимо знакомые сладковатые нотки – это аромат зацветающей лучи. Олеся Стахова, Дмитрий Петрий. Время новостей. Телеканал «Сочи-24» предлагает провести вечер среды за просмотром старой сказки на современный лад «Новое приключение Аладдина». Это зажигательная, остроумная и красочная франко-бельгийская комедия для всей семьи. Главный роль в которой озвучил Филипп Киркоров. «Аладдин на DVD! Лицензии выйдет только через тысячу лет!» «Надо быть осторожным, а то у меня ассага просротина». «Ясно». История фильма разворачивается в канун Рождества в Париже. Когда двое воров по имени Халид и Сэм в костюмах Санта-Клауса проникают в торговый центр, чтобы обокрасть его после закрытия. Заметившие их дети приняли воришку Сэма за настоящего Санту и попросили рассказать им сказку. Тот не растерялся и поведал историю об Аладдине, но пересказал он ее по-своему. Так появилась свежая интерпретация Багдада, где на улицах летают ковры-самолеты, на которые нужна страховка осага. Колдуны предлагают зелье для омоложения, а лампу с джином можно разблокировать, проведя по ней пальцем. Чем закончилась история Сэма и Халида, вы узнаете в киноленте «Новые приключения Аладдина» в среду в 21.00 на телеканале «Сочи-24». Любители же более активного отдыха в среду вечером ждут кавер-версии любимых популярных произведений и джазовых хитов в исполнении квартета Андрея Назаренко. Концерт состоится в ресторане BBC Jazz Club по адресу улица Черноморская, 5. Начало в 20.00. А уже в эту субботу, 13 февраля, здесь пройдет вечер фольклорно-джазовой музыки выдающегося российского фольклориста и собирателя древнего российского искусства Сергея Старостина и арт-квартета Тима Дорофеева. Сотрудничество музыкантов основано на их любви и внимании к народной музыкальной традиции. Сергей Старостин – неутомимый энтузиаст, посвятивший все свое творчество спасению от забвения исконно русских музыкальных корней. В арсенале арт-квартета Тима Дорофеева выступления с фольклорными хорами, певцами и инструменталистами, поиск точек соприкосновения современного джаза и народной музыки. Концерт пройдет 13 февраля в ресторане BBC Jazz Club по адресу улица Черноморская, 5. Забренировать столик желательно заранее по указанному телефону. Начало концерта в 20.00. Стоимость билетов от 2 до 3,5 тысяч рублей. Субтитры делал DimaTorzok Тальмоцентр Коновалова в Сочи и Адлере. Тальмоцентр Коновалова в Адлере. Ленина 1, Сочи, Московская, 22А. Спонсор выпуска – Автальмоцентр Коновалова в Сочи и Адлере. Автальмоцентр Коновалова в Сочи и Адлере. Тальмоцентр Коновалова в Сочи и Адлере.